Здравствуйте, уважаемые зрители, это снова я, это CryptoSpy, это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайт CoinGecko. И здесь видно, что рынок зафиксировал такое маленькое снижение за последние 24 часа, поэтому я считаю, что ключевые криптовалюты, можно сказать, что в целом продолжают консолидироваться. Итак, мы вчера проанализировали график Cardano, поэтому сегодня давайте мы проанализируем график следующий по величине криптовалюты, и, соответственно, это DoggyCoin. То есть мы сегодня перейдем к графику DoggyCoin. Итак, текущая цена 32 цента и 18 сотых. Вот он линейный свечной график. Как всегда, мы начинаем с месячного таймфрейма, и, соответственно, до этого мне нужно было бы очистить график и убрать вот эти объемы. Итак, начинаем. Что у нас на месячном таймфрейме? У нас здесь был очень мощный рост в первые месяцы текущего года. После этого сформировалась вот эта мощная свеча, у которой маленькое тело и большая верхняя тень, и значительно тоже по размеру большая нижняя тень. Я бы сказал, что это, скорее всего, Dodge или, может быть, Long Leg Dodge, который свидетельствует о том, что на рынке наступает период неопределенности и, скорее всего, консолидации. Почему я не считаю, что на месячном таймфрейме это такая значительная, допустим, медвежья свеча? То есть, потому что у нее локальный максимум значительно превысил предыдущие локальные максимумы. Это говорит о том, что у быков было достаточно силы, чтобы подтянуть значительную цену вверх. То есть, здесь был бычий сигнал. Да, потом медведи надавили и они вернули цену вниз, но они не смогли перешагнуть предыдущую локальную впадину или минимум. Соответственно, у медведей также не могу сказать, что есть большое преимущество. Поэтому я считаю, что на месячном таймфрейме эти свечи говорят о том, что наступает период неопределенности, консолидации, но она будет в широком диапазоне, и поэтому нужно быть очень аккуратным. Недельный таймфрейм. Вот оно движение вверх, пауза, движение вверх, резкий разворот и движение вниз. Что у нас сейчас есть по последним свечам? Да, может быть, это некий отскок. Но я не могу сказать, что здесь есть яркий, допустим, бычий сигнал, говорящий о том, что этот оскок продолжится, и мы увидим начало движения вверх. Поэтому я думаю, что здесь нет достаточного такого бычьего сигнала. Да, у этих свечей максимумы идут вверх и минимумы идут вверх, но эти свечи незначительные на фоне вот этого снижения. Так что здесь я скажу, что, на мой взгляд, остается такой нейтральный сигнал, говорящий о том, что, скорее всего, продолжится вот эта консолидация, может быть, в более широком диапазоне. Переходим к дневному таймфрейму. Вот он, дневной таймфрейм. Итак, эта консолидация происходит примерно в зоне вот этой предыдущей здесь консолидации, во время которой здесь еще, давайте перейдем к четырехчасовому таймфрейму, сначала был рост, то есть верхняя граница вот этих вершин, и может быть, вот эта нижняя граница вот этой локальной впадины перед вот этим следующим ростом. То есть в пределах этой зоны сейчас идет консолидация. И я хочу сказать, что здесь четко и ясно видно, что идет эта консолидация. Почему? Потому что на коротких таймфреймах, допустим, на часовом таймфрейме, здесь сначала был некий такой, может быть, нисходящий канал. То есть вот он практически этот нисходящий канал. Конечно, контуры этого канала можно менять, даже можно здесь утверждать, что это, скорее всего, падающий, сужающийся клин. Но это практически фигура, которая коррективно шла вниз. Однако, после этого началось вот это движение, которое, может быть, оно движется вбок, может быть, это некое такое движение, которое идет очень медленными темпами вверх. То есть видно, что график вышел за пределом этой коррективной фигуры. Соответственно, на фоне вот этого накопления таких разносторонних сигналов, я бы сказал, что продолжается движение вбок. Сейчас переходим к дневному таймфрейму, чтобы показать, где находятся ключевые скользящие средние. Итак, мы добавляем две скользящие средние. Первая — это 30-дневная и 90-дневная, то есть это месячная на дневном таймфрейме, 30-дневная скользящая средняя. И 90-дневная — это, соответственно, трехмесячная скользящая средняя на дневном таймфрейме. Итак, 90 дневная, давайте настроить еще период. И что мы сейчас видим? Эти скользящие средние начинают двигаться вбок. Да, медленно идет пока еще вверх, но быстро идет вбок. Итак, график находится между двумя скользящими средними. Сверху появляется сопротивление со стороны 30 дневной скользящей средней, которая давит на данный момент на цену, но также и подтягивает цену к себе в качестве магнита. А внизу мы видим, что идет медленная или трехмесячная скользящая средняя, которая наоборот подталкивает цену ее поддерживать. Поэтому как будто бы наиболее вероятный сценарий на данный момент это продолжение вбок между вот этими двумя скользящими средними, пока рынок определится в каком направлении в целом, имею ввиду, криптовалютной будет двигаться. То есть в качестве заключения по DoggyCoin мне кажется, что продолжение консолидации наиболее вероятный сценарий на данный момент. Итак, друзья, у меня на самом деле на этом все. Спасибо за ваши просмотры. Поделитесь вашим взглядом по графику DoggyCoin в качестве комментариев ниже этого видео. Я вам, конечно, всем желаю удачи на финансовых рынках, отличного дня, здоровья на первом месте и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был EdKeyBus. Продолжение следует...